Всем привет, на связи проект Мабу, и сегодня у нас выходит наш еженедельный субботний подкаст. Меня очень часто спрашивают те, кто только заходят в профессию андроид-разработчик. Вот я смотрю видео различные на ютубе, я смотрю, 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 мне в принципе все понятно, я даже могу что-то там повторить, но с нуля, с чистого листа самому реализовать что-то не получается в андроид-разработке. Это один из мифов. Вы можете часто видеть различных мотивационных видео, как программист сидит, перед ним открыта какая-то своего консоль, ну в данном случае и андроид-студия, и он с чистого листа пишет код, он без всяких подсматриваний просто начинает писать, 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 и в итоге у него получается рабочая программа. Это один из мифов, которым вас манипулируют. В основном такими манипуляциями занимаются разработчики курсов, которые стоят за 100 тысяч дороже. Типа, заплати нам денежку, приди, и мы тебя научим так, чтобы с чистого листа ты мог написать любой код, вообще без подглядований, вот просто пиши, пиши, пиши. В общем, впаривают такую идею о том, что ты заплати нам денежку, и мы с тебя сделаем машину по разработке, в данном случае приложение. Но на самом деле, все выглядит немножко по-другому. Это миф, которым запутывают вас. Если вы хотите оперативно и качественно стать андроид-разработчиком на актуальных технологиях, и обладать современными скиллами, и иметь небольшой опыт разработки, то я могу вас обучить профессии андроид-разработчика за 3 месяца. Обучение проходит на индивидуальной основе, оплачивать обучение можно как помесячно, так и по полмесяца. Такое вам больше никто не предложит. Я уверен в своей технике обучения и только актуальной практике, поэтому и предоставляю такие условия. Вся программа подстраивается под ваши индивидуальные навыки и знания, и под ваши способности. То есть я разрабатываю для вас индивидуальную программу обучения. Обучение происходит на закрытой платформе, мы общаемся с вами на любой из соцсетей, а также будем созваниваться в WhatsApp. Да, у вас будет мой личный номер телефона. В процессе обучения у вас имеется неограниченное количество консультаций, ответы на ваши вопросы я предоставляю в видео формате. Я вас не ограничиваю во времени и вы можете обучаться в своем темпе. Если вы проходите обучение немного медленнее, чем это предусмотрено программой, то за дополнительное время нахождения на обучении вы ничего не оплачиваете. То есть если вы неделю программы проходите за 2 недели, то за дополнительную неделю вы ничего не оплачиваете, она предоставляется вам в подарок. Это очень удобно. Для консультации по обучению, а также для записи на курс вы можете проконсультироваться со мной, все ссылки есть в описании к этому видео. По факту перед вами, перед разработчиком стоит определенная задача, которую нужно реализовать. Вы должны посидеть осмыслить эту задачу, после чего вы должны как правило, если вы не знаете как ее реализовать, или вам нужны никакие подсказки, что происходит в 80-70% случаев, вы идете в гугл, в интернет и ищете как уже эту задачу, как эта задача была реализована. Вы находите какое-то эффективное решение, ну или неэффективное решение. И вам нужно перед тем, как втащить это решение в ваш проект, вам нужно опробовать это решение, скажем так, на практике. Вы создаете, как правило, пустой небольшой проект учебный и используете тот код, который предлагает автор решения задачи. И вы смотрите, работает этот код, не работает. Если код этот работает, вы берете его, скажем так, модернизируете и проводите под себя. Вы его переписываете под свою манеру написания кода, переименовываете, допустим, все там айдишники, различные переменные функции. Ну, то есть, модернизируете так, как будто вы его с чистого листа написали. Как бы, если бы вы писали с чистого листа сама, самостоятельно, как бы вы его написали сами. Ну, в общем, вы смотрите, проверяете этот код, и после этого, если все работает, и если вам удалось написать его со всеми практиками чистого кода, вы уже это готовое решение, во-первых, формируете у себя где-то на компьютере, как с пометкой, что это вот наше решение. То есть, вы, допустим, сделаете какой-то учебный проект, сохраняете на компьютере, на будущее, к себе на будущее, для того, чтобы потом, когда, если в других проектах перед вами возникнет такая задача, то вы уже не искали где-то в интернете это, вы знали, что у вас есть где-то это на компьютере, такой небольшой педпроект, в котором вы реализовывали, или вы смогли открыть этот педпроект, да, посмотрели, открыть инструкцию в текстовом формате, и посмотри, где у вас уже, вы оставились такие небольшие себе подсказки, как это можно быстро реализовать. То есть, вся работа программиста заключается в том, чтобы найти решение вашей проблемы, потому что такое решение, как правило, уже есть, потому что 95% от того, что вы собираетесь реализовать, уже кто-то реализовывал до вас. То есть, вы в любом случае найдете это решение, и задача программиста состоит в том, чтобы осмыслить, как решить проблему, знать, где найти это решение для этой проблемы, и как решить, собственно, эту проблему. То есть, переводя на нормальный человеческий язык, то есть, перед вами стоит какая-то задача, вы находите ее решение, и применяете это решение. То есть, не нужно писать с чистого листа, уже никто в настоящее время не пишет с чистого листа. Главная задача, где-то найти это решение и применить. Просто нужно знать, где найти, и как модернизировать его под себя. Ну и, конечно, формировать свои собственные инструкции, шпаргалки или готовые шаблоны кода. И вот, вот такие готовые шаблоны кода называются сниппетами. У любого нормального программиста, у которого есть хотя бы один код опыта, есть много таких всяких сниппетов, которые позволяют писать код ускоренно. Например, перед вами стоит задача разместить в список RecyclerView, куда загрузить данные, и запустим из локальной базы данных Room, ну из локальной базы данных SQLite, с которой вы работаете через прослойку Room. И в эту базу данных должны попадать данные из сервера, с вашей базы данных на сервере, который вы делаете в формате MySQL. Если вы хотя бы работаете год, то у вас в любом случае есть инструкция о том, как получить данные. На SQL уже есть готовый код, вы заходите, копируете этот код готовый с вашей шпаргалки, вставляете к себе в проект, меняете переменные, меняете все связки, идентификаторы, то есть ID-шники. Потом вы, хорошо, мы проверяете, мы получили эти данные, затем вам нужно смигрировать эти данные в локальную базу данных, с которой вы работаете через Room, вы находите и эту шпаргалку свою, и также смотрите, как можно это все реализовать, и как вы раньше это реализовывали. И вот так вот шаг за шагом вы реализовываете каждую задачу. Поэтому никогда вы не будете писать с чистого листа. Уже сейчас никто не пишет с чистого листа, до этого не надо. Потому что если вы будете писать с чистого листа, то вы приложение одно будете разрабатывать, грубо говоря, более или менее крупное, не полгода, а год, полтора или два. Поэтому никто так уже не делает, потому что это настоящий момент, скорость очень сильно решает, и поэтому на самом деле все намного сейчас упрощено. И поэтому, когда мне вот такие задают вопросы, что мне делать, я вот как бы, в принципе, понимаю, но не могу запомнить, как это реализовать. Ну, то есть, я знаю, как это, ну, я вижу, как это можно сделать в видео. В принципе, повторяю, все получается, но потом, если заново сажусь, я это сам не сделаю. Ну, я вас поздравляю, вы на правильном пути, потому что ваш мозг сопротивляется. Потому что то, что вы один раз увидели, вы никогда не запомните. Потому что для того, чтобы у вас отложилась память, и нас нужно 10-20 раз это сделать в реальных проектах. И тогда вы будете знать, как это уже делается. Но опять же, вы будете знать, где это взять и как применить. Не нужно захламлять свой мозг, не нужна информация о том, как это делать с чистого листа. Да это и не надо. Вы должны просто четко чередовать все свои навыки у себя в мозгу. Просто ваш мозг сопротивляется, не понимая, зачем ему нужно. Если есть намного проще способ, вы где-то это сохранили, и в нужный момент вы знаете, вы вспоминаете, где это можно взять, куда пойти и откуда это взять. И такой вам еще один последний мой совет, что не нужно накапливать знания. Никогда не накапливайте знания. Все знания вы должны добывать себя на практике. То есть, о чем я говорю. То есть, вы, допустим, научились какой-то штуке. То есть, увидели, как это сделано, можно сделать повторили. Повторили-ка уже один раз, что у вас получается. Определенное использование определенной технологии. Все. Запаковали. Сохранили у себя где-то в инструкции. Все. Пошли дальше. В нужный момент это вернулись, опять это сделали. Но опять же, нужно попробовать это попрактиковать. Потому что то, что вы не тренируете на практике, у вас не откладывается в памяти. Даже вот я сейчас говорю о том, что вы не должны писать с нуля, с чистого листа. Это, ну, не нужно захлоплять себе мозг. На самом деле, когда вы здесь поделаете в разных проектах по 10 раз, хотя бы 10, 15, 20 раз одно и то же. То все равно, вы, когда будете возвращаться через несколько месяцев к похожей задаче, вы уже будете многие вещи помнить. И что-то вы сможете, да, с чистого листа написать. Но опять же, это не нужно, это лишнее. Поэтому, потому что вы можете найти, как это вы уже реализовывали и применить. Не нужно запоминать вот этот весь код. Вы должны четко и оперативно, даже где-то автоматизировано управлять своими навыками внутри своего мозга. То есть, вы должны понимать, как это вы уже делали, примерно где-то у вас уже сохранено. Вы открываете, вы откроете проект, вы посмотрите на свой код и вам хватит 10 минут, чтобы вспомнить, как все это делалось. И просто через копирование своего шаблонного кода с изменениями переменных, с изменениями методов, с изменениями названий, с изменениями различных айдишников, вы это все модернизируете и тащите в новый проект. В общем, вот как-то так. Это один из самых часто встречающихся мифов, особенностей у новичков. Меня просто очень часто задают такие вопросы. Я вот решил записать такой вот подкаст. И я считаю, что эта тема стоит очень острая и она поможет вам правильно стартовать и не отчаиваться. Потому что человек, когда сталкивается, ну представьте, человек не зная это, приходит, изучает. И потом он как бы изучает, изучает, тратит время. А в итоге ему приходит такое мнение самого себе, что у него не получается это написать. Даже если он несколько раз повторил, но все равно не может написать с чистого листа. Наверное, это не его. Это очень часто встречается. Не думайте об этом, все ваше. Это не такая, андроид-разработчик это не такая профессия, которой сложно научиться. Тут нужно просто терпение, старание, скажем так, и идти к своей цели. Я надеюсь, я вам облегчил ваш путь. На связи был с вами сегодня проект Мабу. У нас сегодня был еженедельный субботний подкаст. А на следующей неделе мы продолжим с вами тематику профессии мобильного разработчика. Там уже будет вторая серия. Поэтому, наверное, встретимся с вами уже в этот вторник. Ну, а на сегодня у меня все. Теперь я с вами хочу попрощаться. С вами был проект Мабу. До встречи на волнах наших эфиров. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok